Из города в горы. Истории Розы Спрингс. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Ксения Островская. Это подкаст «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». Ну, несмотря на такое бодрое приветствие, тема у нас сегодня достаточно умиротворённая. Это тема, которая лежит просто фундаментом нашего благополучия и здоровья в целом. Я буду говорить не одна, мы будем разговаривать с экспертом. А в студии у нас сегодня врач-физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики, сомнолог Елена Николаевна Резаева. Здравствуйте, Елена! Ксению, добрый день! На самом деле, да, мы поднимаем очень интересную тему с вами. Сегодня говорим про самые неоценённые, наверное, факторы нашей жизни – сон. Как вы считаете? Я очень люблю спать. Вот просто для меня сон – это, я не знаю, одна из важнейших составляющих. Потому что если я могу не есть, не доесть или ещё что-то, но если я не высыпаюсь, там, свои 8-9 часов – это всё. Человека можно списывать в этот день. А вы любите спать? Да, люблю, умею, практикую. А вы вообще задумывались, что такое сон? Как вы видите спящего человека? Что для вас такое спящий человек, Ксения? Для меня спящий человек подобен, знаете, такому, если на современный язык гаджетов перевести, это такой компьютер, который перезагружается ночью. И поэтому ко сну я, конечно, тоже очень трепетно готовлюсь и температурой, чтобы удобно. Ну, то есть это вот человек, который перерабатывает… Сложный механизм, который перерабатывает всю информацию, полученную за день. На самом деле вы очень верно заметили. Хотя в большинстве случаев, как мы воспринимаем спящих людей, как какого-то пассивного человека, который ничего не делает. И сон очень часто даже нельзя отличить от смерти. Но на самом деле сон – это очень сложный, цикличный, структурный процесс. И головной мозг во время сна вообще не отдыхает, как бы мы не думали об этом. Мозг усиленно работает, но несколько иначе, чем днём, когда мы подрастаем. Во время сна мы проходим через 4-6 циклов сна, которые состоят из нескольких стадий. Вы ночью просыпаетесь, Ксения? Да, редко, но бывает такое, что один раз могу проснуться, например, в туалет, и в полусонном состоянии, практически на автопилоте туда-обратно. Но сразу же засыпаю, к счастью. На самом деле вы просыпаетесь гораздо чаще, но этого не замечаете. Просыпаемся мы, как правило, между циклами сна. Каждый цикл у нас состоит из нескольких стадий. Давайте немножко подробнее про них проговорим. Давайте. Когда мы засыпаем, возникает первая стадия сна. Это стаяние дремы или такой поверхностный сон. Но если человека в это время разбудить, человек скажет, а я не сплю. Вторая стадия, основная база цикла сна, это базовая стадия. А вот третья стадия или стадия глубокого сна, либо дельта сна, это та самая важная стадия, про которую говорят все врачи, все учёные. Почему говорят? Потому что именно в стадии глубокого сна происходит выработка важных гормонов, белков, которые необходимы для восстановления наших органов, тканей, мышц. Вы же знаете, наверное, что есть такая поговорка, человек выздоравливает во сне. Говорили вам это, мамы? Да, ну и в принципе по опыту тоже. Я же понимаю, что да, нужно там отоспаться как следует, и процессы выздоровления гораздо быстрее протекают. Всё верно. То есть именно в эту фазу, в фазу глубокого сна, организм начинает сам себя сканировать, выискивать ошибки, неполадки, поломки. И опять же во время сна человек, тело человека начинает восстанавливаться. Это все стадии медленного сна. Кроме медленного сна у нас есть ещё стадия РЭМ-сна, или это стадия сна с быстрым движением глаз. Именно в эту стадию происходит наше сновидение. У вас яркие сны, Ксения? О да, бывает, что очень яркие. Вот именно в эту фазу, стадию РЭМ-сна, мы на самом деле не только видим сны, мы и обрабатываем информацию. Учимся, формируем свою память. Как вы считаете, почему дети, новорождённые, так долго спят? Ну, потому что, наверное, мозг маленький ещё, что ли, он какими-то маленькими дозами перерабатывает информацию. Я не знаю, честно говоря, про новорождённых почему-то не задумывалось. Именно во время сна, как мы с вами уже сказали, происходит формирование памяти, происходит обработка информации. То есть ребёнок начинает взрослеть, начинает учиться во сне. То есть сон — это наша вторая, а у кого-то даже первая жизнь. И что очень интересно заметить, сны больше мы видим всё-таки во вторую половину ночи, под утром, ближе к пробуждению. А восстановление тела, восстановление органов происходит в первую часть сна или в первую часть ночи, в зависимости от того, кто когда спит. Как вы считаете, почему сначала восстанавливается тело, а потом уже формируется память? Вот почему в такой последовательности, не знаю, действительно же под утро, ещё бывает так, проснёшься, думаешь, ой, я не досмотрела, хочется вернуться, ты обратно возвращаешься в сон и досматриваешь. Не стоит забывать, что мы хоть и люди, но всё-таки животные. И нам важно, чтобы наше тело прежде всего восстановилось. А что там с памятью, с нашей фантазией, с мыслями? Ну, для животного это на самом деле не столь важно. Поэтому если вы всё-таки спите хорошо, и с длительностью сна у вас всё отлично, то вы успеваете и восстановиться на уровне клеток, то есть на физическом уровне, и во время сна у вас также хорошо разрабатывается память. И вот мы с вами уже проговорили важные сна и влияние на физические процессы. И из этого можем сделать вывод, что если мы не доспим, мы начинаем чаще болеть, раз мы прибавляем в весе. И даже проведено такое интересное исследование. Рассматривались несколько групп людей. Первая группа людей спала всего лишь по 5 часов каждый день. Вы бы выдержались только спать каждый день? Нет, нет, нет. Максимум 1-2 дня бывает такое, что съёмки, проекты, часовая разница. Но нет, это каторга для меня. Вторая группа людей с понедельника по пятницу спала тоже по 5 часов, но в выходные отсыпалась, сколько хотелось. И третья группа людей просто спала, сколько им хотелось. Так вот, как вы считаете, что изменилось в их жизни за время эксперимента? Эксперимент был длительный. Ну, я подозреваю, что та группа, которая спала по 5 часов, они, мне кажется, стали нервными, переедали или что-то такое. Группа, которая добирала сон в выходные, скорее всего, как-то восстанавливалась. А группа третья, наверное, была самая счастливая. В целом, да, вы правы. И правильно вы сказали, что люди стали больше есть, те люди, которые спали по 5 часов. Причём эти люди прибавляли по килограмму каждые 9 дней. И... Боже упаси! Поэтому, действительно, если хотите похудеть, идите-ка поспать. Вторая группа людей, та, которая с понедельника по пятницу спала по 5 часов, а в выходные всё-таки отспалась, тоже прибавляла веса, но несколько медленнее. На самом деле, есть ещё и четвёртая группа людей, которая спала не 5, не 7 и не 8 часов, а 9-10 часов. И такие люди тоже есть, которые спят долго. Так вот, они тоже набирали веса. То есть спать нужно в меру. А что для вас нормальный сон, Ксения? Нормальный сон, вот просто отличный сон, это когда удаётся до 23 уже задремать, вот войти в эту первую фазу сна. Сна, это значит, часов в 10 лечь, и проснуться где-то вот там без 15 и 7. Ну вот для меня 8 часов – это нормальный сон. А ваши друзья, родственники тоже спят по 8 часов? Нет, ну вот мама, да, она как-то тоже... Они даже ещё раньше ложатся там часов в 10 и просыпаются в 6, но это у них уже как-то со временем привычка такая, да, из-за работы. Сын, вот, к сожалению, уже взрослый тоже, но тем не менее тоже из-за работы, но ложится поздно. Встаёт рано и ложится поздно. И, конечно, нарушение в еде я прям наблюдаю, когда приезжаю в гости. Хочется и чипсиков, и всего такого острого, жирного. А сколько, получается, сын спит по времени? В течение недели, например, он спит часов где-то 6, вот так как-то. Иногда, наверное, 5, да, иногда 6. А выходные, там, может быть, 1-2 дня, может, добирает до 8. Ну, с маленьким ребёнком они как-то там, не знаю, как добирают по очереди, наверное. Ну, на самом деле, вот жёсткой нормы сна одинаковые для всех нет. Вот, есть большинство людей, которым действительно нужно спать 8 часов, а есть короткоспящие люди, которым достаточно 4-5 часов. А есть, наоборот, долгоспящие люди, которым для того, чтобы нормально существовать, нужно спать 12 часов. И это тоже будет норма. Вот, и у всех сон разный, критерием норма, но важно, чтобы сон был цикличным, с достаточной базой глубокого сна и быстрого сна. Если человек быстро засыпает, за 15, максимум за 30 минут, если быстро просыпается, приходит такое бодрое состояние, если человек при этом хорошо себя чувствует днём, и у него нет сонливости, то в целом мы можем сказать, что у человека нет проблемы со сном, сколько бы он ни спал. Я вспоминаю, знаете, Мирея Матье, она же прекрасно выглядит, но вот она всегда говорила, что 10 часов – это тот минимум, который мне нужно спать. Ну, то есть, вот опять же, да, так индивидуально всё. Я иногда, скажу честно, понимая, что у меня был насыщенный эмоциональный день, например, или, может быть, какой-то активный день, и понимая, что, возможно, просто таких ежедневных ритуалов для хорошего сна мне сегодня будет недостаточно. Там, типа, ещё ванну с магниевой солью, ещё что-то. Иногда принимаю какой-нибудь БАД для улучшения, для выработки мелатонина. Это делаю нечасто, но меня эта история спасает. Или, например, часовая разница где-то. Вот съёмки, я понимаю, что нужно завтра встать, допустим, по местному времени. У меня это будет 4 часа утра, а по местному это будет 7 утра, ну, к примеру, да. И я понимаю, что мне без этого не обойтись. Стараюсь не злоупотреблять, но тем не менее. А какие ещё есть, может быть, технологии, гаджеты, приёмы, вот чтобы как-то так нормализовать сон, если ситуация не располагает нормальному сну? А давайте поговорим всё-таки с конца, поговорим немножко про бессонницу, из-за чего она возникает. Давайте. Нужно понять, из-за чего она возникает. Вот вы правильно сказали, что часто после каких-то стрессовых ситуаций, волнительных ситуаций у вас возникают проблемы со сном. И так происходит в большинстве случаев. То есть бессонница в большинстве случаев является следствием нашего образа жизни. Мы мало даём физической нагрузке в большинстве своём. Вы тренируетесь в семье? Да, я стараюсь это делать регулярно. Вот, ну, стараюсь хотя бы дней 5 в неделю, чтобы получалось. То есть у вас тренировки и кроме тренировок вы ещё? Да, кардио – это большая часть, тренировки силовые – меньшая часть. Ну, там иногда один день в неделю растяжка. Тогда я расскажу немножко про людей, которые приходят к сомнологу. Вот, среднестатистический пациент сомнолога – это человек, который не даёт достаточной физической активности. И когда я смотрю приложение в телефоне, чтобы оценить количество шагов в день, обычно это 2-3 тысячи шагов и всё. То есть никаких тренировок, никакого бассейна, то есть 2 тысячи шагов и больше никакой активности. Конечно, вот за такой минимум активности человек просто не успевает устать. Если мы не устали, соответственно, мы и спать будем меньше. Кроме вопроса физической активности, нужно принимать во внимание, что мы пьём кофе, мы курим, используем алкоголь, стрессы на работе, не только на работе, нарушение режима сна, нарушение режима питания. Всё это влияет на качество нашего сна и на развитие бессонности. То есть в большинстве случаев ещё до обращения к сомнологу человек сам может нормализовать свой сон. Пробовали как-то повлиять на свой сон? Самостоятельно, без каких-то дополнительных приспособлений, гаджетов и так далее? Ну да, я в принципе гигиену сна соблюдаю, то есть проветриваю помещение, мягкая постель, ну то есть вот эти какие-то моменты, темно чтобы было. Ну я без этого даже уже уснуть не могу. Хорошо. Но кроме бессонницы, которая связана с нарушением образа жизни, часто бессонница может возникать как симптом каких-то заболеваний. То есть если попросту сказать, если у нас что-то болит, мы плохо спим. Неважно, болит ли это сустав, спина, живот. Любая боль лишает нас нормального сна. Но также и заболевания, которые не сопровождаются болью, допустим, гипотириоз, либо наоборот гипертириоз, или сахарный диабет, или проблемы с сердцем, артериальная гипертензия. Всё это тоже сопровождается ненормальным сном. То есть к сомнологу всё-таки имеет смысл обратиться для того, чтобы выяснить, с чем связана именно ваша бессонница. Ну и доктор вам поможет нормализовать сон. Нарушение сна бессонницей сопровождается храпом. Как вы считаете, храп, что это такое? Храп — это проклятие. На самом деле храп — это не только звуковое проклятие для родственников окружающих храпящего. И соседей по вагону. А если ещё соседи по дому? Храп — это не всё так просто. Это на самом деле угрожающее состояние для самого храпящего. Почему? Храп возникает, когда у нас смыкаются, спадают дыхательные пути. То есть воздух во время храпа хуже начинает проходить по нашим дыхательным путям. Возникает и звуковой дефект, в котором мы слышим храп, но и сам спящий начинает меньше дышать. Развивается гипоксия. И в состоянии гипоксии, то есть в состоянии дефицита кислорода, находятся все органы. И головной мозг, и лёгкие, и сердце, и мышцы. Представьте, если всю ночь храпеть, если всю ночь мало дышать, как вы будете чувствовать себя днём? Отвратительно. Отвратительно. Потому что действительно, моё утро начинается с лёгкой дыхательной гимнастики. И сразу же просыпаешься до конца. Молодцы, верно. Но на самом деле, храп — это очень распространённое состояние. Бывает как у детей, так и у очень взрослых людей. И часто возникает, если рассматривать взрослых, на фоне лишнего веса. Это связано с тем, что жевая ткань у нас откладывается не только под кожей, но и вокруг дыхательных путей. Вокруг трохии, вокруг гортани. То есть жир начинает поджимать наши дыхательные пути. Возникает затруднение дыхания, человек начинает храпеть, ну и все остальные последствия. Кроме лишнего веса, также на развитие храпа влияет и курение, и употребление алкоголя, но также и анатомические некоторые особенности. Допустим, особенности развития нижней челюсти, маленькой нижней челюсти, или особенности строения мягкого нёба, нёбного язычка. То есть, что мы можем сказать? С храпом тоже можно побороться с помощью коррекции образа жизни самостоятельно, но некоторая ситуация требует всё-таки врачебного вмешательства. Допустим, анатомические особенности, о которых мы проговорили. У детей храп тоже бывает, и тоже не редкость, особенно с аденоидами. Дети не просто храпят, но действительно сдыхаются во сне. И это очень серьёзная ситуация. Серьёзная. Ещё и потому, что саммонологию в России практически не обучают. Эта специальность, она существует относительно недавно и очень востребована. Вот это удивительно. Почему это нас так в России обделили? И, кстати, а почему, вот опять же, потребность появилась, наверное, часто обращаться стали, да? Чаще обращаются, причём обращаются вначале не к саммонологу, а кому угодно. Обращаются к неврологу. Доктор, я плохо сплю. Наверное, там что-то у меня зажато. Давайте поремонтируем. Обращаются к лору врачам. Доктор, я плохо сплю и храплю, и плохо дышу ночью. И только в конце уже пути, когда перепробована куча лекарств, пациент каким-то чудом добирается до саммонолога. И он начинает корректировать свой образ жизни, тем самым помогает себе, спасает себя. Из города в горы. Да, интересно, конечно. Ну вот недаром же. Сколько мы там, какую часть жизни проводим во сне? Я уже забыла. Одну треть? Ну, если мы спим 8 часов, то да, одну треть. Ну и понятно. А как вот влияют технологии на сон? Расскажите нам. Мы, к сожалению, всё-таки, а может быть, и к счастью, не дикие животные. И технологии нас окружают всю жизнь, днём и ночью. Мы целыми днями сидим за компьютерами, работаем с телефоном. То есть постоянно на нас действует синий свет, синий излучение от мониторов. К сожалению, этот свет яркий, он блокирует выработку мелатонина. Мелатонин — это не гормон для сна, он не вызывает сон, как бы это ни представляло это большинство людей. Но мелатонин, он способствует замедлению сердечной деятельности, замедлению процессов головного мозга. И мелатонин вообще не на всех действует. Тоже есть некоторые особенности. Ну так вот, если мы постоянно сидим за компьютерами в телефонах, в каких-то гаджетах, у нас мелатонин не прабатывается. Соответственно, организм не получает сигнал о том, что наступает вечер, что нужно спать. Поэтому технологии современные, с одной стороны, для нас очень не полезны. Но есть и другая сторона медали, есть ряд изобретений, которые несколько улучшают наш сон. Например, в нашем отеле используется кубик сна, которым мы еще называем небудильник. То есть есть будильник, а есть первый небудильник. Как вы его себе представляете? Вообще понятия не имею. Расскажите, очень интересно. Выглядит он визуально, как обычный кубик, который стоит рядом с вашей кроватью, на тумбочке, на полу. У него радиус действия около двух метров, то есть захватит вашу кровать и всех, кто на этой кровати находится. И этот кубик, он генерирует электромагнитные волны частотой от 1 до 40 Гц. Разная частота, она влияет на работу головного мозга, либо в сторону развития фаз глубокого сна, когда мы глубоко, долго спим, либо кубик подстраивается на нас и генерирует такую частоту электромагнитных импульсов, которые настраивает наш головной мозг на лёгкое пробуждение. И наши гости уже попробовали кубик сна и очень довольны. Ага, то есть они, получается, для регулярного применения? Да, его можно использовать каждый день. И в этом кубике заложено несколько программ, очень интересных программ, как от расслабления классического, так и до осознанных сновидений для продвинутых. Интересно. Вот это мне очень... Мне, которая любит управлять снами, вернуться, что-нибудь там доделать. Но на самом деле, кроме кубика сна, есть ещё и предыдущая генерация такого прибора. Пирамидки сна, шарики сна. Действия у них в целом похожие. Кроме кубика сна, что можно ещё дома использовать? Ну, кроме обычных очков для сна, маски для сна, беруши всевозможные, шторы, которые не пропускают свет, можно использовать специальные подушки, которые анализируют ваш сон, анализируют, как вы дышите. И если вы начинаете храпеть, подушка вас подпинывает. Будет... Мне нужна такая умная подушка. Вдруг я храплю? Я ведь не знаю, меня никто не пинает. А хотите узнать, храпит вы или нет? Да, кстати. Ну да, вот хотелось бы узнать. Если только в часах, например, ложиться спать, но я вот не могу, ни в часах, ни в украшениях, не могу ни в чём спать. Вы знаете, сейчас вот часы, кстати, очень хорошо стали отслеживать фазы сна и фазы глубокого сна, и даже записывает храп. Я тестировала несколько программ, и на часах, и на телефонах. Оценивают хорошо, довольно-таки подобно. Но большая часть людей, вот как вы рассказываете, действительно не любят, когда на теле что-то есть. Часы, браслеты, другие устройства. Для таких людей есть коврики, которые... используют и фазу сна, и дыхание, и потом вы получаете информацию о структуре вашего сна. Или более эффективный, более такой продвинутый способ изучить свой сон, провести компьютерную сомнографию. Причём для этого далеко не обязательно ехать куда-то в клинику, либо обращаться к нам в санаторий. Есть даже одноразовые приборы для диагностики всех вас сна. Когда вы закалываетесь в аппарат, брат приходит вам домой, выглядит как обычные часы. Придётся потерпеть одну ночь, и зато вы будете спать дома и получите всю информацию. Эта информация отправляется врачу-сомнологу, сомнолог её анализирует, и дальше уже работает с вами, возможно, даже удалённо. То есть технология нам в этом очень даже помогает. Да, вот за что можно полюбить прогресс, собственно. Отлично. Тогда ещё вот такой вопрос про сонный возраст. Как меняются вообще паттерны сна на протяжении жизни, и что является, например, нормой после, допустим, 50? Да, длительность сна, она очень зависит от возраста. Так, новорождённые дети до трёх месяцев спят 17 часов в сутки. Грудные дети от трёх месяцев до года спят меньше, где-то 12-15 часов. То есть с возрастом у нас длительность сна постепенно укорачивается. У взрослых людей, то есть в возрасте от 25 до 60 лет, мы спим уже привычные 7-9 часов. Пожилые люди, как обычно говорят, пожилые люди потеряли сон, пожилые люди плохо спят. На самом деле пожилые люди спят тоже в среднем 7-8 часов, только у них сон более поверхностный, более прерывистый. И пожилые люди часто спят не только ночью, но и днём. Это тоже может влиять на качество сна. То есть какой мы делаем вывод? Как мы с вами уже проговорили, уникальной нормы длительности сна для всех людей не существует. Это зависит и от возраста человека, зависит от его генетики. Длительность сна заложена всё-таки и генетически, и повлиять на длительность сна образованной жизни мы не можем. То есть такой миф, как 8 часов в сутки — это нормальный сон, нужно всё-таки закрыть. Главное, независимо от того, сколько вы спите, чтобы человек засыпал быстро, быстро просыпался и не просыпался ночью. Ну я вот, знаете, подозреваю тоже. Я родилась в Сибири, сейчас я живу на юге. Я подозреваю, например, что люди, которые живут на севере, они всё-таки спят побольше, а вот на юге я не могу спать уже иногда летом с 5 часов. Вот даже если темно, но всё равно какое-то влияние температура имеет. Причём не столько температура, сколько освещенность, то есть длительность светового дня. Люди, которые живут на Редке, у них с длительностью дневного света проблемы. Люди, которые живут здесь, в Сочи, попадают большим количеством света. То есть получается, что да, длительность светового дня как бы влияет напрямую? Длительность светового дня влияет на длительность сна. То есть люди, которые живут в более северных землях, они спят значительно дольше. Люди, которые живут в странах с длинным световым днём, они спят меньше. Это тоже связано с выработкой мелатонина. Мы про это тоже с вами говорили. Ну и у меня к вам, знаете, ещё такой вопрос, Елена. Насколько жизнеспособно утверждение АТО «сплюсь» в отпуске? Ксения, у вас это получалось? Я просто, как сказать, я стараюсь не обкрадывать себя вне отпуска. Это самый хороший подход. В большинстве случаев отпуск — это очередной стресс для нас, но ещё и выйти из отпуска. Во время отпуска мы зачастую ещё куда-то улетаем со сменой часовых поясов, и во время этого встречаем ещё один стресс — jet lag. Это то состояние, которое возникает в нашем организме, когда быстро меняются часовые пояса. И если вы хотите действительно в отпуске восстановиться, к отпуску нужно всё-таки подготовиться. Нужно будет смещать режим и сна, смещать режим питания, то есть потихоньку подстраиваться под тот часовой пояс, в котором вы будете отдыхать. И перед тем, как выйти на отпуск, ну, не стоит бурно отмечать начало отпуска. Накануне полёта на отпуск, пожалуйста, алкоголь, кофе — всё это лучше убрать. Лучше пройдёт адаптация вашего организма к новому часовому поясу. Отоспаться в отпуске может быть и получится, если отпуск более длительный, но точно не в первую ночь. Как правило, когда мы прилетаем в какое-то новое место, да ещё и сменили несколько часовых поясов, нам сложно заснуть на новом месте. Какая-то незнакомая кровать, незнакомая подушка, что происходит вообще непонятно, и вообще спать не хочется. Поэтому нам может помочь мелатонин. В таких случаях ещё перед вылетом можно принять мелатонин, либо вот в первые три ночи, когда мы находимся на новом месте. Мелатонин — это не просто вещество для сна. Тоже говорили уже про это. Мелатонин влияет на обмен веществ, причём на все виды обмена веществ, и на синтез и утилизацию ежевой ткани, и на синтез углеводов, на накопление углеводов, а также обладает выраженным антиэйдж эффектом. К мелатонину вообще сейчас очень такой интересный двоякий подход в России и за рубежом. У нас в России более скромные отношения к мелатонину, а вне России мелатонин используется очень широко и в больших дозировках в целях антиэйдж терапии. То есть для того, чтобы омолодиться. Тоже можно взять на заметку. Ну так вот, возвращаемся к отпуску. Когда прилетели на новое место, имеет смысл всё-таки ограничить себя несколько в еде, потому что организм ещё не адаптировался к новым часовым поясам. Наши биологические сны не перестроились. Биологические часы отвечают не только за время наступления сна, не только за пробуждение, но также и за момент приёма пищи. Биологические часы отвечают за то, как работает наш кишечник. Поэтому дайте вашему организму немножко отдохнуть хотя бы первые два дня. Лёгкой дой. Давайте больше нагрузки, чуть меньше эмоций. Тогда вам легче даст войти в отпуск. Ну и возвращаясь из отпуска, тоже имеет смысл несколько смещать свой режим к исходному часовому поясу. Самое важное – это режим. Режим в отпуске желательно тоже не нарушать. Кроме такого джет-лака, который мы совершаем во время перелётов, практически мы все сталкивались с социальным джет-лаком. Что это значит? С понедельника по пятницу мы ложимся и просыпаемся в одно и то же время. А в выходных спим долго, засыпаем поздно. После таких выходных, насыщенных, нам в понедельник сложно с утра проснуться и встроиться в работу. В этом случае тоже кратковременно, если мы всё-таки нарушили наш режим дня, режим сна, мелатонин нам может помочь. Тоже можно взять на заметку. Вот это да. Я впервые слышу такое интересное выражение «социальный джет-лак». Теперь я понимаю, что это было по понедельникам. Я вспомнила в одном из санаториев, когда был сезон вишни, приносили на ужин вазочку с вишней, а на утро апельсины. И как нам рассказывал потом главврач этого санатория, что вишня – это продукт, который выделяет мелатонина, а витамин С очень полезен с утра. И вот я думаю, что это есть тоже такая обширная тема, да, продукты для сна. Да, вы правы. Для того, чтобы хорошо спать, нужно ещё и хорошо, и правильно есть. Обширная тема. Я, в принципе, предлагаю ещё как-то встретиться, потому что мы много чего сказали, но много чего не сказали. Принимаю ваше предложение. Давайте ещё раз встретимся, обсудим интересные моменты, связанные с питанием в том числе. Да, слушателям я напоминаю, что в описании каждого выпуска все актуальные ссылки на нашу почту, на сайт, на нашу соцсеть. Попробовать, например, тот же кубик сна, о котором мы говорили, это можно попробовать точно в нашем отеле «Роза Спрингс». Поэтому не просто нас слушайте, но и приезжайте в гости, где вас с удовольствием встретит и гостеприимный персонал, и эксперт отеля «Роза Спрингс». Елена, я вас благодарю. Напоминаю, что у нас сегодня был в гостях, получилась очень интересная беседа, был в гостях эксперт, врач-физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики, сомнолог, член российского общества сомнологов Елена Николаевна Резаева. Елена, я вас благодарю. Я вас тоже, Ксения. Всего доброго. Всего доброго. И услышимся на нашей полезной, я надеюсь, для вас волне. Пока-пока. Из города в горы. Истории Розы Спрингс.